Остается добавить, что если гипотеза ученых о том, что планеты и галактики, черные дыры и белые карлики, все, что населяет Вселенную, это живые существа, которые рожают космических детей, страдают, веселятся, стареют, то тогда получается, что мы, люди, на теле нашей Земли не более чем простейшие бактерии, а мы-то всегда считали себя венцом Вселенной. Сенсационные заявления недавно сделали археологи. Они утверждают, что на дне Атлантического океана им наконец-то удалось обнаружить Древнюю Атлантиду. Надо сказать, что по предварительным подсчетам подводных городов, похожих по описанию на Атлантиду, набирается сегодня уже более 40. О сенсационной подводной находке, которая, возможно, раскроет секрет Древней Атлантиды, прямо сейчас в проекте «Найти Атлантиду». Атлантида. Затерянный мир. Такое выдумать нельзя. Это не фантастика. Если бы Платон придумал Атлантиду, в чем его упрекал Аристотель, как модель идеального государства, то он был бы трижды гением. Зачем ученые всего мира на протяжении нескольких тысячелетий упорно пытаются ее найти? Вот мои рисунки, то, что я видел на глубине около 100 метров, когда погружались. Какими технологиями обладали древние предшественники человечества? Технологии просто вызывают шок и удивление. Даже сейчас мы не можем повторить многое из того, что было сделано тогда. Почему погибла древняя цивилизация? Возможно, гибель Атлантиды спровоцировали сами Атланты в результате применения неизвестного нам оружия. И почему Атланты не сумели спастись? Это наводнение, конечно, отутюжило территорию многих континентов и, собственно, и стерло с лица земли очень многие цивилизации того времени. Это полуостров Гуана-Акабипис. Он находится в западной части острова Куба. Недалеко от этого полуострова в мае 2001 года канадский океанолог Полина Зелицкая сделала потрясающее открытие. Исследуя морское дно с помощью эхолотов, на глубине около 650 метров Зелицкая обнаружила потрясающие подводные руины. Полина Зелинская увидела явно неприродные образования. Когда она вела свои поиски и исследования, она увидела явно рукотворные артефакты, которые свидетельствовали о существовании в этом месте действительно высокоразвитой цивилизации. Через месяц это место было обследовано повторно, но уже с помощью глубоководного аппарата. При горизонтальном сканировании ученые зафиксировали на дне Кубинского залива Гуана-Акабибис огромную каменную структуру. При детальном исследовании ученые установили, что перед ними огромный подводный город с четко расположенными улицами и площадями. Исследователи сразу же предположили, это погибшая Атлантида. Экспедиция совместно Кубина-Канадская увенчалась действительно успехом, был найден целый подводный город. Утверждать, что он принадлежит Атлантиде или еще какой-то ее колонии, конечно, преждевременно, но показателен тот факт, что теперь он ложится в целую схему или уже сеть открытий последнего времени. Попадаются археологам, которые могут стать неотъемлемым аргументом для атлантологов в доказательстве их гипотез. И из-за этого многие научные предположения пока еще являются не очень состоятельными. На основе данных Эхолота была сделана компьютерная трехмерная модель подводного города. Выяснилось, что подводный город занимает площадь около 26 квадратных километров. Ученые предполагают, что обнаруженный город старше пирамид Египта примерно на 1500 лет. В то время морское дно было сушей, а мексиканский полуостров Юкатан соединялся с Кубой. Кроме этого, по расчетам исследователей, и сама Куба трижды уходила под воду. Сейчас там проводятся исследования, и, может быть, человечество скоро увидит поднятые со дна океана свидетельство былого величия Атлантиды. Если кто-то обнаруживает, и это очень часто происходит, древние сооружения, или намеки на древние сооружения, на мелководье, как сделано на мелководье в банке между Кубой и Флоридой, если на мелководье находят, то такие находки, наверное, можно считать не исключением из правил, а скорее просто подтверждением нашей уверенности в том, что наши предки строили свои сооружения во многих частях мира. О том, что подводный город может быть остатками древней Атлантиды, говорит другое научное открытие. Согласно недавно опубликованному докладу Национальной Академии Наук США, 13 тысяч лет назад произошло столкновение Земли с крупным метеоритом, как раз недалеко от полуострова Гуана Академис, что, кстати, примерно совпадает с хронологией гибели древней цивилизации. А значит, действительно, в результате этого катаклизма Атлантида могла оказаться под водой. Существует несколько версий гибели Атлантиды. Одна из них, версия от астероида погибла Атлантида, от того, что астероид столкнулся с Землей, и начались различные катаклизмы, извержения вулканов, потом наводнения, которые уничтожило буквально в один день и одну ночь, согласно Платону, Атлантиду, просто не оставив следов ее существования. Американские ученые детально восстановили предполагаемый ход событий. Метеорит был более массивным и имел большую скорость, чем Тунгусский. Его энергия была больше в миллионы раз. К тому же он угодил в одну из самых чувствительных точек земного шара, в подводную вулканическую гряду Атлантики. Столкновение произошло в районе Бермудского треугольника. Исследователи предполагают, что масса астероида превышала 2 биллиона тонн, и, следовательно, земная кора была пробита этой космической бомбой. Энергия, выделившаяся при столкновении, превышала энергию взрыва 30 тысяч атомных бомб. Взрыв привел к гигантскому выбросу пара в атмосферу, и как следствие многосуточному дождю в северном полушарии, и как следствие к глобальному наводнению, которое вошло в историю как всемирный потоп, и как следствие, то есть этот потоп, это наводнение, конечно, отутюжило территорию многих континентов, и, собственно, истерло с лица земли очень многие цивилизации того времени. Из-за падения метеорита земная ось сместилась, что вызвало сильные климатические изменения. Мгновенно возник ураган, силу которого представить просто невозможно. От удара поднялось цунами высотой не меньше 10 километров. Огромные волны затопили побережье материков, смыли цветущие города и острова, прибрежные цивилизации были уничтожены. Не исключено, что образовавшийся цунами накрыл и Кубу, а вместе с ней и Атлантиду. А вот еще одно косвенное доказательство того, что Атлантида, которая по технологическому развитию не уступала более современным цивилизациям, могла располагаться в Южной Америке. Это Коралл. Один из самых древних городов на нашей планете. Он расположен в Перу всего в 180 километрах от столицы страны Лимы. Древний город стоит на возвышенности и имеет достаточно большую площадь 607 квадратных километров. Это сравнимо с небольшим городом в российской глубинке. Коралл очень плотно застроен. Посмотрите, вот амфитеатр. Он расположен в самом сердце города, а на этих кадрах обычные дома, в которых жили горожане. А это главный храм города Сеченбахо. Обратите внимание, он имеет форму пирамиды, причем очень правильный. Ее углы составляют ровно 90 градусов, а стороны сходятся прямо в центре. Но самое невероятное, это то, что этому городу больше 5000 лет. А значит, пирамида Сеченбаха была построена раньше, чем известные на весь мир египетские пирамиды. Но кто мог построить этот город? Кем были его жители? Кто построил на самом деле сооружение в Перу, можно спорить. Это могут быть Атланты, это могут быть любые другие древние цивилизации. Вопрос не в названии, вопрос не в том, как назвать этих древних строителей. Безусловно, это были древние люди. Я убежден лишь в одном, что это не были перуанцы или жители, или те племена, которые живут там сейчас. Поначалу исследователи считали, что этот город построила цивилизация Норта-Чико. Цивилизация Норта-Чико, которая жила в Перу больше пяти тысячелетий назад, считается докерамической, то есть самой примитивной. Ее представители вели практически первобытный образ жизни. Они занимались охотой, готовили еду на кострах и ели ее прямо руками. Просто потому, что они не умели делать глиняную посуду. Строить сложные сооружения они тоже не могли. И в этом самая большая загадка, разгадать которую ученые не могут до сих пор. Загадка, несоответствие логики якобы заключается в том, что народ, который жил в этом районе, по крайней мере на тот момент, когда европейцам стало доступно это место, с точки зрения нас, европейцев, никак не мог построить подобное сооружение, поскольку был, я не хочу никого обидеть, достаточно дик и необразован. как люди, которые умели только складывать камни друг на друга, скрепляя их песком и глиной, могли построить пирамиду. Ведь для того, чтобы сделать это, нужно произвести сложные геометрические расчеты. Даже сегодня с этой задачей могут справиться только обученные инженеры и архитекторы. В Перу есть храм до Сеченбаха. Этот храм по утверждениям некоторых исследователей не могли построить перуанцы в силу тех причин, что они были на невысоком уровне развития в тот период исторический. И они не могли владеть теми технологиями, которые применялись при строительстве этого, как говорят некоторые специалисты культового, а другие специалисты некультового сооружения. Это, скажем так, атлантов, которые могли осесть на некоторых островах, в том числе вот у Кубы, которую нашла Полина Зелицкая. Она датирует это шестым тысячелетиям до нашей эры. То есть, это несколько моложе, чем Атлантида. Эти острова в геологическом отношении погрузились не так давно, действительно. Возможно, их даже посещали уже ближе к нашей эре, были еще их остатки. С тем, что древняя Атлантида находилась в Южной Америке, многие исследователи не согласны совсем. Они считают, что это противоречит рукописям древнегреческого философа Платона, который первым описал исчезнувшую Атлантиду. Он утверждал, что Атлантида находилась где-то в районе Гибралтарского пролива, а значит, искать ее нужно не в Южной Америке, а на юге Европы. Это не был большой материк, как писал Платон, больше Ливии и Азии вместе взятых. Тогда под Европой и Африкой понимали немножко более локальные вещи. Это был действительно большой остров, скорее конгломерат островов, располагавшийся в Средиземном море. Восхитительные горные ландшафты с маленькими деревушками и белоснежными домиками. Так выглядит один из красивейших уголков нашей планеты остров Санторини. Это самое живописное и романтичное место в Греции. Пляжи Санторини поражают туристов красным, белым и даже черным цветом песка. Санторини единственный в Европе остров вулканического происхождения. Однако остров привлекает не только туристов, но и многих археологов со всего мира. Несколько лет назад на Санторини было сделано одно из крупнейших археологических открытий. Ученым удалось отыскать руины древнего города. На месте раскопок был обнаружен целый городской квартал. Это был город искусных ремесленников, мастеров и живописцев, расписавших стены домов цветами, птицами и животными. Все эти находки говорят о том, что в этом древнем городе жила высокоразвитая цивилизация, которая существовала задолго до античной Греции. И, как установили ученые, расцвет этой цивилизации пришелся на 1600 год до нашей эры. Сегодня многие современные исследователи считают, что это и есть та самая легендарная Атлантида, о которой писал еще древнегреческий философ Платон. Собственно, только с подключением археологии в 20 веке, когда были раскопаны действительно на острове Тира или Фера под слоем пемзы и пепла, уникальный город. Это начало заниматься греческий археолог Пиренат Маринатос и сейсмолог Галапанос. Они считали доказанным факт, что Атлантида находилась действительно в Средиземном море. И это как бы устраивало официальную историческую науку. На этих кадрах некогда засыпанный вулканическим пеплом древний город Акротири, обнаруженный на острове Санторини. Археологи назвали его по имени современной деревни, расположенной неподалеку. Удивительным образом сохранившиеся дома позволили исследователям установить, что здесь проживала цивилизация потрясающего уровня развития. Многие дома имеют высоту трехэтажей. Трехэтажная архитектура там интересна, которая была несвойственна тогда тому времени и тому народу, который жил на этой территории. Безусловно, это свидетельствует о некоем чужеродном элементе, о неких представителях иной культуры, которые поделились этой технологией, этой техникой. Первые этажи использовались как торговые лавки, мастерские или просто как хранилище продовольственных запасов. Второй и третий этажи были жилые. Город имел сложную дренажную и канализационную систему. Жившие здесь люди уже тогда принимали ванну, смешивая горячую и холодную проточную воду. Откуда они брали горячую воду? Они ее не подогревали. Это термические источники. Это сверез с того, что она была сверез вулканизма. Горячие источники это гидротермо. На всех этажах были туалетные комнаты, а канализационная система выводила нечистоты за пределы города. Система канализации, которая была там тоже обнаружена, она поражает своей четкостью, продуманностью. Она даже приближается к современной системе канализации. Чтобы добраться до всего этого древнего великолепия, ученым пришлось вести раскопки почти 20 лет. Первые археологические поиски в этих местах начал вести в 1967 году известный греческий археолог Спиридон Маринатос. Именно ему удалось доказать, что под 30-ти метровым слоем застывшей вулканической лавы из прессовавшейся земли находятся просто поразительные находки. По архитектуре и качеству настенных изображений можно утверждать, что Акротирия был очень богатым и современным городом. Фрески выполнены в той технике, которая стала доступна только человечеству в 18-19 веке. Вот в чем дело. Фрески, обнаруженные там, на острове Санторини, были выполнены в живописной технике, которая стала известна намного позже человечества. Это обезьяна и антилопа жили. Это был там, это был ареал их обитания. Но со временем, в силу ряда обстоятельств, они могли исчезнуть как вид. Они могли пропасть. Либо, другая версия, этих животных изобразили спасшиеся после катастрофы Атланты, они показали местному населению, что еще существуют и такие животные. Археологами были найдены вещи, рассказывающие и о быте древних горожан. Тысячи изысканных и в то же время сложных по исполнению гончарных изделий также были раскопаны здесь. А этот золотой козерог, единственный драгоценный предмет, найденный в Акротире, дает представление, насколько искусны были ювелиры того времени. Все эти находки говорят о том, что люди, жившие в Акротире, обладали уникальными знаниями. Это заставляет многих исследователей утверждать, что здесь жили именно Атланты. И действительно, если верить Платону, то Атланты были сильны во многих областях жизнедеятельности. Подобными знаниями на тот момент мало кто располагал. Атлантида была достаточно развитым государством на фоне того, что все остальные сообщества человеческие в это время были еще в достаточно неразвитом состоянии. То есть там было мореплавание, фортификационное сооружение, что очень важно, выплавка цветных металлов. Атланты могли рассчитывать движение планет, то, что они могли управлять временем. Существует такая версия о капсуле времени. Они владели научными знаниями в различных областях. В математике, в астрономии, в физике. Они были технически развиты. Очень высокий уровень развития техники был. Но каков этот уровень развития техники остается атлантологом только догадываться современным. Но почему древний город Акратири погиб? Археологи уверены, его погубил вулкан, который находился в центре острова Санторини. Более трех с половиной тысячелетий назад, в 1627 году до нашей эры, неожиданно началось его извержение. Эта катастрофа произошла, как подсчитали ученые, где-то примерно на рубеже 15-14 века до нашей эры. Это был известный взрыв вулкана Санторин, в результате которого погибла знаменитая грецкая культура. Это казалось вполне реальным, потому что 9 тысяч лет до нашей эры постулирует современная официальная наука, мы не знаем никаких древних специализаций, которые действительно могли быть. За считанное мгновение он выбросил огромное количество вулканического пепла, под 30-ти метровым слоем которого были погребены все поселения на острове. Эгейское море было покрыто пемзой на тысячи метров вокруг. Внутри вулкана образовалась пустота, и вся центральная часть острова рухнула под тяжестью лавы. Вместо круглого острова на поверхности воды остался полумесяц. Такой мы видим эту землю и по сей день. Огромная масса застывшей вулканической лавы, поднявшаяся из морских глубин. Взрыв вулкана привел к разрушению острова и вызвал огромные цунами, обрушившиеся на северное побережье Крита и другие острова Средиземного моря. Средиземного землетрясения такое сильнее землетрясение могло быть было по описанию современников только один раз полторы тысячи лет до нашей эры когда взорвался вулкан на острове Тира вулкан Санторин. А он взорвался от чего? Взорвался от землетрясения конечно. Поэтому взрыв этого вулкана цунами утопившего эско-фрауна гибель Атлантиды это по-видимому в один исторический Но к удивлению ученых они не обнаружили ни одного скелета как человека так и животного Вероятно у жителей было достаточно времени чтобы покинуть город и забрать с собой скот Акратири был городом призраком когда вулкан взорвался Но что предупредило жителей Санторини что вынудило их оставить веками обжитую землю об этом можно лишь догадываться Ясно одно люди жившие в этом городе обладали немалыми знаниями Возможно им были ведомы такие предвестники извержения о которых мы сегодня и не подозреваем Современная наука не умеет предсказывать давать краткосрочные прогнозы землетрясения Не умеет Не можем А животные могут У них есть какие-то рецепторы как кошки выскакивают собаки и так далее Можностью первобытных людей были более такие атомистические рецепторы которые позволяли им просто вот это делать Между тем многие исследователи не согласны с тем что археологические находки обнаружены в Акротире и есть остатки некогда исчезнувшей Атлантиды прежде всего потому что согласно диалогам Платона искать этот легендарный континент нужно не на суше а под водой А что с череной геологии задача серьезная она формулируется примерно так был ли в историческое время в Атлантическом океане или в районе примыкающего Гибралтарского пролива или в Средиземном море микроконтинент или большой архипелаг островов который неожиданно быстро ушел под воду получилось так что этот архипелаг мы как бы нашли это подводное горе Ходшу и я считаю что именно там можно искать Атлантиду если верить Платону о том что в Гибралтарском проливе на океанском дне действительно могут покоиться останки древней Атлантиды заговорили еще в 1979 году тогда советская экспедиция института океанологии обнаружила на дне Атлантического океана в 300 морских милях к западу от Гибралтара причем там где указывал Платон сооружение с правильной геометрией все это происходило в районе подводной горы Ампер академик российской академии естественных наук Александр Городницкий был научным руководителем той знаменитой экспедиции я считаю что Атлантида была там где указал Платон то есть в Атлантическом океане то есть там где мы работали и погружались на подводных аппаратах сначала Аргус потом мир и я сам погружался и там где мы получили на вершение подводной горы Ампер в 84 году и потом еще раз какие-то данные о том что на вершине плоское вершине подводной горы которая когда-то была островом есть какие-то странные сооружения напоминающие развалины древнего города но окончательное заключение делать было пока еще рано необходимо было обследовать северо-восточную часть горы Ампер более детально и обстоятельно в 1982 году советские ученые предприняли еще одну попытку исследовать ноги Бралтарского пролива там же в районе подводной горы Ампер они спустили подводный аппарат Аргус то что увидели исследователи буквально их потрясло перед ними открылась панорама развалин города остатки стен комнат улиц и площадей это была настоящая мировая сенсация вот мои рисунки то что я видел на глубине около 100 метров когда погружались значит вот я нарисовал вот это остаток как бы стены вот остаток стены еще один это какая-то панетарка древних ворот это вот тот угол с которого был взят камень хотелось посмотреть есть ли следы обработки человеческими руками это дело так мы отдела этого не поняли к сожалению геологическое исследование поднятого камня с горы Ампер и изучение его химического состава показало что это не рукотворная вещь а всего лишь вулканическая порода правда ученые выяснили что такой черный базальт мог образоваться при застывании лавы только на воздухе а не под водой это означает что 12 тысяч лет назад гора Ампер была не подводной горой с плоской вершиной а вулканическим островом площадью несколько десятков квадратных километров действительно там они зафиксировали некие образцы структур правильной четкой формы и те образцы базальта которые были подняты ими со дна однозначно указывают что они могли образоваться только на поверхности в результате вулканической деятельности следовательно раз был остров то когда-то там могла существовать и цивилизация атлантов во всяком случае по мнению доктора-геолога минералогических наук Городницкого подобное предположение не противоречит данным строгой науке мне удалось показать что эти подводные горы практически все без исключения раньше были островами а раз они были островами там могли жить люди и кроме того они очень быстро погрузились в возраст их вулканов самих около 7 миллионов лет а вот погрузились они относительно недавно то есть в историческое время уже несмотря на многочисленные экспедиции точно ответить на вопрос где именно находилась исчезнувшая Атлантида и почему она погибла современные ученые пока не в силах но может быть тайна этого континента кроется не столько в его внезапном исчезновении сколько в высоком уровне технологии которого сумели добиться люди жившие в Атлантиде цивилизация Атлантов в нашем представлении это не как несмотря на ее древность считается что она обладала какими-то технологиями которыми не обладает даже наша что могло бы быть полезно либо и на промышленном комплексу в первую очередь либо еще для создания вот каких-то артефактов нашего времени ведь не случайно еще Гитлер снаряжал экспедиции на ее поиски с целью обнаружить там образцы уникального оружия Анненербе которое было создано Гиммлером начало поиски Атлантиды за тем чтобы получить тайные знания тайные знания которые бы обеспечили безграничную власть над миром они хотели узнать технологии Атлантов и по некоторым версиям эти технологии им были открыты монахами из Тибета представителями Шамбала у Гитлера были и более так сказать сакральные эзотерические источники которые подвигали его к изучению Атлантиды как известно общество Анненербе наследие предков искало по всей Европе так сказать артефакты манускрипты связанные вот с какими-то тоже высокими технологиями эзотерического порядка и действительно видимо что-то нашла Древняя во многом загадочная цивилизация Атлантов оставила нам огромное наследие в Атлантиде были созданы основы всего чем так гордится наша цивилизация что составляет ее суть после человека мало изменился со времени существования Атлантиды до нашего времени и поэтому он мог изобретать что угодно искали из тех условий которые были тогда то есть даже на рубеже так сказать ранней античности конечно были замечательные ученые которые могли создавать то что только сейчас мы начали освоить это сколько угодно многие исследователи уверены что жители этой страны научили древних египтян и майя измерению времени строительству пирамид и многому другому я думаю что сами египтяне по себе не могли достичь таких вершин в развитии своей цивилизации которых они достигли была чья-то помощь и не исключено что это была помощь выживших после катастрофы атлантов которые являлись учителями египтян считается что именно атланты заложили в египетские пирамиды множество самых разных чисел словно адресуя это послание потомкам европейцы которые попали в египет тоже весьма оказали в затруднительном положении видя дремучесть жителей которые расположились вокруг пирамид и которые понятия не имеют не то что как эти пирамиды были сделаны но их технологических возможностей не хватало даже для того чтобы разобрать камни из которых были сделаны эти пирамиды по тем схемам которые предлагает официальная наука как возводились пирамиды это не выдерживает никакой критики когда японцы пытались построить маленькую во много раз уменьшенную копию пирамиды Хеопса у них ничего не вышло во всем мире было найдено множество странных ископаемых предметов которые не поддаются классификации и выходят далеко за хронологические рамки общепринятой теории существования человека на нашей планете в 1900 году ныряльщики за губками обнаружили недалеко от греческого острова Антикитера расположенного к северо-западу от Крита озадачивающий артефакт сегодня это устройство датированное 80-м годом до нашей эры считается самым древним компьютером прибор который был обнаружен в 80-х годах совершенно различно оценивается специалистами кто-то считает что это компьютер кто-то считает что это какая-то оборонная разработка есть и такие специалисты исследователи но то что это было высокотехничное изобретение сомнений ни у кого не вызывает сейфа многие эксперты сначала посчитали что это был инструмент для астрономических расчетов но впоследствии рентгеновское обследование механизма открыло интересные детали система шестерен оказалась слишком утонченной подобные технологии овладели только в 1575 году кто создал этот удивительный инструмент 2000 лет назад и почему технология стала утерянной неизвестно по сей день но некоторые исследователи не исключают что это были именно атланты как действовал этот прибор до сих пор современные специалисты физики математики понять не могут принцип действия прибора до сих пор остается загадкой поэтому и появляются различные гипотезы о его функциональном предназначении наш уровень развития технический хотя и очень высок но он не позволяет этот артефакт как-то более или менее внятно прокомментировать существуют артефакты принадлежащие культурам древнего Египта и Центральной Америки по внешнему виду напоминающие современные самолеты перед вами египетский артефакт обнаруженный в гробнице Саквара в 1898 году эксперты считают что этот 6-дюймовый самолет имеет аэродинамические контуры что же касается находки в Центральной Америке она отлита из золота и ее примерный возраст составляет около тысячи лет по форме древний самолет очень похож на спейс-шаттл у него даже есть нечто вроде кабина пилота возможно фигурки использовались южноамериканскими вождями как амулеты или украшения в то же время 8-сантиметровая статуэтка представляет собой точную копию реактивного истребителя 70-х годов прошлого века на основе этих находок были разработаны многие современные американские модели самолетов истребителей прихватчиков там самолетов невидимок стейл более того увеличенная модель самолета была проверена на авиационном стенде она показала отличные аэродинамические качества и в свободном полете преодолела более 200 метров также было выяснено что древний самолет способен выполнять мертвую петлю бочку а также превосходно планировать с выключенным двигателем и совершать маневры при порывах ветра специалистам ничего не оставалось делать как признать что загадочные артефакты это фигурки самолетов предназначенных для полетов если вспомнить еще вот дошедший до нас трактат виманика шастра о том что прообраз как бы летающих тарелок но вот специальных аппаратов атлантов либо другой цивилизации виманы действительно они существовали судя по всему потому что это сугубо такое руководство к действию для пилотов как лучше летать уклоняться от противника какие средства защиты включать какой бой вести как это могли создать люди не знающие что такое самолет это говорит о многом к доисторическим артефактам следует относиться крайне осторожно чаще всего это фальшивки или неверно опознанные принадлежности нового времени однако в один прекрасный день перед нами может оказаться действительно бесценное наследство древней цивилизации или что тоже возможно шкатулка пандора по многим странам мира и в том числе как раз и в южной америки в мексике однозначно свидетельствует что там были некие технологии которые вот многие из которых просто вызывают шок и удивление даже сейчас мы не можем повторить многое из того что было сделано тогда а это говорит о чем что возможно цивилизация Атлантиды была построена на неких скажем других основаниях современные ученые высказывают мнение что гибель Атлантиды была вызвана катастрофой причиной которой могло стать какой-то из техногенных достижений древних атлантов основные способности атлантов были направлены на развитие технологической цивилизации и с этим сегодня многие исследователи связывают причину гибели материка секрет концентрации солнечной энергии с помощью кристалла с особыми свойствами изобретение электромотора и освоение атомной энергии лишь малая доля открытий ушедшей цивилизации возможно гибель Атлантиды спровоцировали сами Атланты в результате применения неизвестного нам оружия о войнах подобных какой-то ядерной войне подобных психотронной войне в древности есть упоминания в различных мифологических источниках возможно Атланты в этом своем стремлении к мировому господству использовали свои технологии свои разработки в области вооружения во зло не только другим но и себе и это привело к катастрофе существует и такая версия в последнее время увлекаюсь теорией катастроф и считаю что эти катастрофы неоднократно происходили в истории нашей земли свидетельствуют гибель ящеров 67 миллионов лет назад то что мы находим признаки более высокой цивилизации или там каких-то летательных аппаратов это свидетельствует о том что могло могло быть развитое человеческое общество которое погибло и все начиналось с начала о теории катастроф говорят и ученые атлантологи они высказали множество догадок относительно местоположения Атлантиды и о причинах ее гибели даже выдвинули гипотезу о влиянии цивилизации атлантов на развитие мировой цивилизации здесь влияние с моей точки зрения бесспорно то есть то что достигли наши предки в период античности в период средневековья ренессанса это является той программой которая была им передана атлантами раскопки недавних лет помогли узнать много удивительных сведений о технических достижениях далеких предков живших 10 тысяч лет тому назад в Египте Шумере Вавилоне всюду наталкиваются современные археологи на остатки грандиозных сооружений существовавших задолго до Гомера и Платона так почему же рассказ древнего философа об Атлантиде надо относить к мифу или утопии по-видимому техника и технология атлантов основывалась на принципах и поныне остающихся далеко впереди всего достигнутого современной наукой это говорит о том что древние цивилизации наши предки в своем развитии ну видимо перед тем как в результате катастрофы или деградации опуститься снова на какой-то дикий или полудикий образ жизни они периодически может быть даже не один раз достигали технологических высот превышающих наш технологический уровень как бы там ни было все эти находки сделанные во время поисков Атлантиды свидетельствуют только об одном человечество появилось на планете Земля раньше чем это принято считать эти открытия заставляют ученых по-новому взглянуть на историю а история свидетельствует что все древние культуры имели периоды расцвета и упадка так было и с Атлантидой со всеми древними цивилизациями связаны какие-то тайны потому что когда цивилизации уходили мы не всегда могли перенять у них их опыт и их знания вот и к этому должно относиться внимательно Атлантида это не столько географическая точка сколько определенная стадия развития разумной жизни на Земле может существует какая-то космическая сила которая вновь и вновь заставляет человечество проигрывать по кругу один и тот же сценарий словно написанный чей-то рукой если это так то какой смысл всей этой закономерности то что это так то что это так Продолжение следует...